Девушки отдыхают 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 Какое-то укрытие, что ли? Что это? Несколько экспонатов из моей коллекции. Я сохранила их здесь, когда улетала с планеты. Рассмотри, если нравится. Интересно, что ты скажешь. Мой друг погиб. Бету и Гею забрали, а ты показываешь мне картины? Не стоит отвергать успокоение, которое таит в себе искусство. И опыт, который оно даёт. Селена и Эндим Мион. Геррар Деларес. 1680. Женщина, читающая письмо. Ян Вермиер. 1663. Женщина, читающая ноты. Хан Ван Меегерен. 1935-1940. Иеремия, плакивающая разрушение Иерусалима. Рембрандт ван Рейн. 1630. Портрет Титуса в одежде монаха. Рембрандт ван Рейн. 1660. Ночной дозор. Рембрандт ван Рейн. 1642. Корабль в неспокойное море с надвигающимся штормом. Вильям ван де Вельде. Около 1180. Известное под названием Порыв ветром. А, волну мне нужна. Я, в принципе, почитал. Давайте тогда пройдёмся. Селена и Энди Меон. Она богиня Луны. А он простой пастух. Рядом с ней Эрот, бог любви. Она что, подглядывает за ним? Скорее, тайно навещает. Факел в руке Эрота олицетворяет тепло чувства Селены к любимому. Пусть эти двое навечно разлучены. Её любовь не угасает. Эти мои любимые. Слева женщина, читающая письмо. Вермеер. Настоящий мастер. А справа подделка. Женщина, читающая ноты. Опытные эксперты поверили, что и это оригинал. В юности меня восхищали подобные обманы. Но, в конце концов, я разработала программу, которая могла точно распознавать фальшивки. На ней ты заработала деньги на билет на Одиссею. О, нет. Состоянием я обзавелась позже. А здесь Рембрандт изобразил плачущего Иеремию. О чём он плачет? О своём доме. Древнем Иерусалиме. Он предрёг ему печальную судьбу, но не смог от неё уберечь. Он сумел лишь спасти от разрушения его сокровища, как я спасла эти шедевры. Мы с ним родственные души. Портрет Титуса, сына живописца Рембрандта в монашеском одеянии. Я не понимаю. Какое дело кому-то вроде тебя с бесконечным запасом ресурсов до какого-то парня в капюшоне? Дело ведь не в том, что изображено, а в том, как. Лицо яркое и чёткое. Но взгляд его опущен, тяжёлый и несчастный. А фон, кажется, поглощает весь свет. Картина пропитана чувством потери. И я понимаю, что чувствовал автор. Ночной дозор Рембрандта. Пожалуй, самая известная картина с моей родины. Написана по заказу ополчения, собранного из видных членов общества. Полагаю, и ты была видным членом общества. Когда-то. Но не такой, какой стала ты в этом новом мире. Шторм. Вильямо Ван де Велде. Известного своими многочисленными морскими пейзажами. Корабль посреди стихии. Думаю, тебе это знакомо. Это так. Поэтому я особенно ценю это произведение. Волны и ветер угрожают разбить судно. Но корабль не сдается. И цепляется за свет, когда все вокруг заволакивает тьму. Так, подожди. А тут и разные будут произведения искусства, что ли? Это никак не является произведением искусства. Так, ну подожди. Я, получается, все осмотрел? А, нет, вообще что-то есть. Иступление. Артус Квилинус, старший. Предположительно, около 1160 года. Это, наверное, тоже надо смотреть. Кувшин с крышкой изготовлены по заказу Амстердамской гильдии серебряных дел мастеров. Аван Ван Вианен, 1614. Потрясающе, да? В свой золотой век мой народ создавал не только картины. Это кувшин работы Ван Вианена. Отлитый из цельного куска серебра. Зачем он нужен? Ха, Элизабет тоже ценила больше содержания, чем форму. Польза от него меркнет перед его значением. Ван Вианен отлил его в честь умершего брата, который и сам был известным ювелиром. Памятник. Да. Горе породило красоту. Так, все получается, да? Вакханка. Адриан Деврис, 1626. Ну, пошли. Я вроде как все смотрел. Быстро. У меня есть много более важных дел. Как и у меня. Нам нужно спасти очень многое. И то, что хранится здесь, тоже. Нет ничего дурного в том, чтобы посвятить время этим шедеврам. Ты здесь. Тебе лучше? Как вы нашли нас в котле? И что ты сделала перед тем, как я отрубилась? Сразу к делу, да? Что ж, скажем, мы очень пристально следили за... Гефестом. Мы знали, что вы за ним придете. Ваша хитрость не сработала. Ну, а мой... Маленький трюк... Это была... Перегрузка органов чувств и мощный энергетический выброс. Джерард и Эрик быстро пришли в себя. Их защитили барьеры, а ты потеряла сознание, и я тебя вытащила. Может, легкий завтрак поставит тебя на ноги? Это был твой дом. Ты воссоздала его для Беты. В вашем виртуальном мире. А ты проницательна. Прошу сюда. После всего, что сделали твои друзья, думаешь, я буду сидеть тут и болтать с тобой? Они мне не друзья. Никогда ими не были, а теперь и подавно. Ты летала с ними в космос. И жила с ними тысячу лет, пока не вернулась. Почему ты внезапно их предала? Все просто. Вот. Мой визор. Ты починила его. А значит, ты видела... Невероятные вещи. Чего ты добилась за пару десятков лет. Я прожила уже тысячу, а добилась куда меньшего. Прости, что влезла в твои дела, но мне пришлось, чтобы понять, открыть глаза. Я правда вижу в тебе, Элизабет. Ее решимость, ответственность. Ее честность. Я смотрела и стыдилась за тех, с кем связалась. И я поняла, что должна помочь тебе. Но я хочу остановить твоих друзей. И я хочу. Прошу, сядь. Вот. Так-то лучше. Что ж, мы должны вернуть Бету и Гею любой ценой. Думаю, ты уже знаешь, что Джерард планирует перезагрузить биосферу Земли. И заново создать мир, который будет подходить только для нас, бессмертных. Этот процесс убьет все живое на планете. Это мы в курсе. Он зовет это очисткой. Я остановлю его. Мы остановим. И как только он и остальные исчезнут, мы воплотим мечту Элизабет в жизнь. Уверена, Бета рассказала, что на корабле есть копия базы данных Аполлона. Полное собрание знаний человечества. С Геей и этой базой мы осуществим желание Элизабет вылечить биосферу, обучить людей всего мира, помочь им. Создать мир ее мечты. Давай не будем торопиться. Твои друзья окажутся мне неуязвимыми. Прошу тебя, перестань звать их моими друзьями. И они уязвимы. На самом деле твой друг придумал, как их победить. Сайленс. Да, он такой трудяга. Создал армию, способную сокрушить всю драгоценную базу Джерарда. Да, мятежники Регалла. Сейчас они готовятся к штурму столицы Тенакт. Победив, Регалла получит в распоряжение все племя. Сотни воинов и машин нападут на базу. Ее, конечно, обманули. Они все там сгинут. Но пробьют оборону Джерарда, чтобы дать Сайленсу убить его. И всех остальных. С помощью своего нового оружия. Да, он придумал, как обходить наши щиты. Настоящий умница учел все и все. Кроме нас с тобой. Пока его армия будет в лоб штурмовать крепость Джерарда, мы с тобой проникнем в нее с тыла. Лишь мне известен этот вход. И пока Сайленс и мои друзья будут сражаться друг с другом, мы вернем Батуэгею. Я говорила, что помогу тебе. Это правда. Так, ну поехали. Диалога будет много. Получается, я, скорее всего, разделю серию. Я буду записывать подряд. И просто их потом разделю. Мой старый визор. Как ты его нашла? И починила. Когда мы увидели тебя на полигоне Аида, Джерард счел тебя помехой, но я нет. Я увидела спасение. А после твоего побега, кстати, изящного, Джерард и Эрик решили, что ты погибла. А я не поверила. Пока остальные были заняты, я вернулась в лабораторию и обыскала там все. Тогда я и нашла это сокровище. Починить было нелегко, но усилия окупились. Я увидела всю твою жизнь. Ты словно яркие краски на потертом холсте. Как лис, даже лучше. Ты показывала остальным? Конечно, нет. Ты вдохновила меня на отказ от старых принципов. Стоит упомянуть, что если бы я не нашла его и не увидела все это, я бы не стала спасать тебя в котле. Ты бы погибла. Поблагодарить тебя? Если хочешь. Ты знаешь обо мне все. А кто ты? Что ты хочешь узнать? Ну, начни с жизни на земле. Когда мне было восемь, террористы затопили город. Тысячи утонули, мои родители тоже. А я выжила в числе немногих. Опекун отправил меня в школу-интернат. Одноклассники не приняли меня. Я стала сиротой и изгоем. Итог событий, на которые я и повлиять не могла. Значит, мы похожи, да? Правда. И ты была изгоема. Но это не помешало тебе добиться желаемого. Как и мне. Я сумела преодолеть невзгоды и заработала состояние своим умом. Сперва был технический анализ картин и выявление подделок. Весьма прибыльное дело в те дни. Но потом выяснилось, что мои программы еще лучше подходят для контрразведки. Следующим шагом стал сбор и продажа чрезвычайно ценной информации. Ты стала шпионом? Точнее сказать, платным агентом по сбору данных. Разумеется, я всегда работала анонимно, чтобы защитить себя. Но дальнему зениту все-таки удалось меня разыскать. Что случилось, когда зенит пришел к тебе? Они нарисовали картину прекрасного будущего, где не надо бояться болезней и смерти, где мы путешествуем между звездами и процветаем. Лишь потом я осознала, что они собирались взять в это будущее лишь богатых и влиятельных. Но когда я это поняла, назад пути уже не было. Машины Фаро пожирали планету. Я приняла приглашение дальнего зенита и взошла на Одиссею. Я звала с собой Лис, но у нее были более благородные планы. И ты не знала, что зенита чудовища пока не стало уже поздно? О некоторых я знала, конечно. Но пока мы не покинули планету, я не осознавала масштабов их жадности. Я была рада просто остаться в живых, а вот остальные были одержимы неким подобием вечного блаженства. Построили колонию, где машины исполняли все их желания, воспоминания и фантазии, легко оживали в виртуальной реальности вечно. Это была не жизнь, а отупляющий, бесконечный сон. Шли десятилетия, и я уставала от этого. Я вновь была одна, но в этот раз могла вечно размышлять об ошибках. И лишь теперь с тобой я обрела второй шанс в жизни. Шанс на что? Помочь тебе, конечно. И воплотить мечту Лис, так похожую на изначальный план Дальнего Зенита. Создать лучшее будущее. Так Бетти пока ничего не грозит? Что Зениты делают с ней? Она следит за слиянием Гефеста и Геи. Это большой и долгий труд, как ты уже знаешь. Они могут быть с ней жесткими, но ее жизнь в безопасности. Она их единственный шанс. Ну да, вы всегда видели в ней лишь инструмент. Идея Джерарда не моя. Они с подозрением смотрели на то, как я проявляю к ней доброту в любой форме. Поэтому я создала виртуальный мир. Место, где мы могли свободно общаться. Об этом мире вашем с Беттой никто из Зенитов так и не узнал? Джерард считает себя самым умным из нас. Ни разу за тысячи лет он не допустил мысли, что его могут перехитрить. В виртуальном мире мы с Беттой могли общаться, не вызывая их подозрений. Там мы были самими собой. Но ты прекратила общение. Да. Хотя это было больно. Я очень беспокоилась, что наши встречи навредят ей. Она чувствовала себя брошенной. Я боялась, что другие накажут ее. Я не могла больше быть ей подругой, но я знала, что она в безопасности. Пусть это звучит жестоко, но поверь мне, я всегда заботилась о ее благополучии. Почему ваш мир был похож на твой дом? Я сделала этот дом надежным убежищем, укрытием и для меня, и для шедевров, хранящихся в нем. Это уникальные культурные ценности, одни из величайших достижений нашей цивилизации. Ты хотела, чтобы Бетта их увидела? Да. Ее с детства обучали лишь точным наукам. Я думала, что картины Вермеера и Рембрандта внесут в ее жизнь новые краски. Что она получит знания не менее ценные, чем вся вбитая в ее мозги наука. Жаль, что общение прекратилось, но я рада, что поделилась с ней тем домом. Этот приют был и ей нужнее, чем мне. Бетта сказала, что ваша колония уничтожена, и вы вернулись на Землю, потому что больше некуда. Это так. Когда мы прибыли на место, на планету в системе Сириуса, мы десятки лет строили новый дом. Земные ограничения, страх смерти исчезли. Подумать только, что мы могли создать там. Это могла быть утопия. Вместо этого мы погрязли в застое, в погоне за благами и виртуальным удовольствием. И очнуться мы смогли лишь после катастрофы. Что случилось? Опасная сейсмическая активность. Мы знали, что ядро нестабильно, но недооценили проблему. Мы опомнились, когда катастрофа была уже неминуема. Лишь немногие успели улететь. Мы взяли курс на землю. Наш последний безопасный приют. В котором вы решили уничтожить все живое. Это Джерард. Не я. Он считал, что лучше начать все с чистого листа, а не исправлять. Без первобытных племен, без боевых машин, лишь свежий холст, ждущий кисти художника. Но мы его остановим. Нам лишь нужно пробраться на базу. Как именно ты хочешь попасть на базу Зенита? Сделаем так, как я поступала еще в детстве. Используем запасной выход. Через проход на стыке постройки Джерарда и древнего фундамента. я могу там пройти. Когда Сайленс приведет армию на штурм, мы пройдем через него, практически миновав бой. Все будут слишком заняты, а мы спасем Бету и Гею. Попав на базу, где нам искать Бету и Гею? Здесь, в центре управления. К тому времени Гея уже объединится со всеми вспомогательными функциями, включая Гефеста. А копия Аполлона с вашего корабля? Заберем ее, когда с остальным будет покончено. Тогда у нас будет все, чтобы сделать мир таким, каким он должен быть. Как ты узнала план Сайленса? Не он один умеет запускать Трояны. Взломала его визор? Нет, он слишком осторожен. А вот его подчиненные не очень. Он раздал визоры своим воинам, называет их сыны Прометея. Они помогают Регале. Из их визоров я узнала о том, что он успел сделать. Он обучил людей перехвату машин, вооружил повстанцев Тенакт и сговорился с Регалой напасть на базу Джерарда. Но как он придумал оружие, способное пробить ваши щиты? Это единственное, что мне не удалось узнать, но он и правда это сделал, его оружие сработает. С ним и с армией Тенакт ему кажется, что победа близка. Даже жаль его разочаровывать. Регалла желает лишь убить Хикаро и начать войну с Карха. Зачем ей штурм крепости Зенитов? Цена, которую она должна заплатить. Без умения перехватывать машины, ее мятеж просто захлебнулся бы. Значит, у нее сделка с сынами Прометея. Машины, чтобы одолеть Хикаро? В обмен на штурм базы Зенита. Гордыня мешает ей понять, что она не переживет эту битву. И она даже не знает, кому подчиняются сыны Прометея. Но при всей своей хитрости Сайленс тебя недооценивает. Именно это позволит нам увезти Бету и Гею прямо у него из-под носа. Пока сотни Теннакт будут гибнуть при штурме. Ты знала Элизабет Какой она была? Лиз была Ты обладаешь всеми ее чертами. И не только. Ты находчива, решительна. Ты человек совести. Ты смогла впитать ее лучшие качества и сделать их своими. Я спрашиваю не про себя. Расскажи про Элизабет. Какой она была? Если честно, на самом деле я не знаю. Все время, что мы знали друг друга, она всегда была отчасти закрытой. Так было с самого знакомства. Когда вы только встретились, она была какой? Сдержанной? Замкнутой? Да нет. Не сказала бы. В Париже на конференции по машинному обучению, горячей тогда теме, власти как раз начали запрещать искусственный интеллект. Лиз там выступала с докладом. уже прославилась своей работой по автоматическому оздоровлению среды. Но в докладе она начала описывать следующий шаг. И систему, управляемую не программой и алгоритмами, а собственными выводами, которые были сделаны из задачи. Забота о жизни, а не выполнение приказов. Просто с ума сойти. Я была потрясена и уже давно хотела с ней познакомиться. Я наблюдала за ней после речи. Она говорила так увлечённо, проникновенно. А потом закрылась. Я чувствовала, что ей некомфортно в кругу почитателей. Как будто то выступление тяжело ей далось. Я не хотела навязываться, поэтому решила немного выждать. как ты всё же сумела познакомиться с Элизабет? Я выбрала момент. Следующим утром она вернулась на конференцию. Только что выпила кофе. Была свежей, бодрой, как будто готовилась к грядущему сражению с коллегами. Я предложила прогуляться. задала вопрос о её речи, который казался мне умным. Её ответ показал, что умным он не был. Но она была дружелюбной. Как будто мы с ней были давно знакомы. И только в середине нашего разговора я поняла, что она знает, кто я такая. Я была в лёгком шоке. Я же торговала чужими секретами и делала всё, чтобы сохранить анонимность. Такова лис. Всегда на шаг впереди. Та прогулка предопределила всё наше общение. Она всегда знала меня лучше, чем я её. Кажется, я понимаю. ну, в принципе и всё. 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 Сначала Варлу. Теперь Хикару и Тенакт. твой план истребит целое племя. Должен быть другой путь. Ситуация у нас попросту отчаянная. И уверяю, другого пути нет. Вспомни новый рассвет. Жертву Элизабет. Иногда многие должны погибнуть ради жизни мира. Если выхода нет, ищи дальше. Стой. Ваш виртуальный мир. Он всё ещё существует? Открой мне его, и я поговорю с Бетой. Невозможно, нас могут засечь. Риск окупится. Другой путь есть, и Тенакт смогут выжить. Но мы нет. Если нас хочешь помочь, открой. притягивайся. ПОТОМОЗИЛЬШИВА Что они с ней делают? Она в виртуальной реальности. Для ручного слияния Геи с Гефестом нужно часами решать мелкие утомительные задачи. Чтобы подстегнуть, ее погружают в симуляцию, усиливающую одиночество и отчаяние. Бетта, слышишь меня? Ты жива? Они следят за мной. Я не смогу долго держать эту проекцию. Ты должна была меня убить. Нет. Послушай. Я приду за тобой. Обещаю, да. Но тебе придется еще потерпеть и поработать над слиянием. Так, нам не раскрывать весь план. Думаю, у нас получится. Я свяжусь с тобой позже. Продержишься? Раз я знаю, что ты спасешь меня, я выдержу что угодно. Весь план в секрете, да? Что ж, я выполнила просьбу. Может, расскажешь мне свой новый план? Я хочу распустить армию Сайленса. Они мне не нужны. Только оружие, пробивающее ваши щиты. И как ты предлагаешь это сделать? Вежливо попросишь? Без регала и ее мятежников у него не будет выбора. Только мы ему поможем. Поможем в чем? Что ты ей сказала? Это... Наш с сестрой секрет. Мы поможем Сайленсу напасть на ту базу. Остальное потом. А сейчас я должна кое-что сделать. Да? И что же? Похоронить друга. Потом использую блокиратор, который дала мне бета. И положу конец мятежу Регаллы. С воздуха. Стой. Раз уж ты твердо решила делать все по-своему, я знаю, что поможет тебе разобраться с армией мятежных Тенакт. В древнем Титане Горе хранятся электромагнитные ячейки, входившие в его арсенал. Сбрось такую на армию Регаллы. Устроим сюрприз. Иди, делай что должна. Встретимся в твоем лагере, если сможешь уговорить Сайленса. Не если. Когда. Громкое заявление. Так, ну что? Ты там? Алло! Алло, это правда. Да, это я. Где все остальные? Мы все вернулись в лагерь. Что случилось? Это... Проще рассказать при встрече. Я вернусь к вам как смогу. Ладно. Будем ждать тебя. Приятно слышать твой голос, Элой. Да, но новости неприятные. Просто отвратительные. Загадка. Икс от Стерлинг Малкет. Данные повреждены. Все признаки очередного прорыва. Широко одобренное приобретение. У заслуженной искусствоведки, программистки, между прочим. Передовые достижения науки, захватывающие описание. Приложение было названо Иск в честь знаменитой поделки под Вермея и Иисус среди книжников. И по созвучию со словом искусство. Оно послойно сканировало картину, затем сравнило каждый слой с огромной библиотекой художественных произведений, с беспрецедентной точностью выявляя признаки фальсификации. Но руководству Стерлинга было очевидно, что способность выявлять и сравнивать с накономерностью нужна не только искусствоведам. Предполагалось, что она может совершать революции в таких областях, как охрана, контрразведка, цифровая аутентификация. Новость о продаже программы за девятизначную сумму прогремела во всех крупнейших технологических СМИ. А через два года проект потонул в хаосе судебных исков и обвинений во вредительстве. Что же пошло не так? Кто допустил ошибку? А самое главное, какая дальнейшая судьба постигла саму технологию, которая вовсе не была пустышкой, несмотря на ярлыки, наклеенные отдельными данными почтами. Так, мне нужно вернуться в лагерь. Я предполагаю, нам просто вернуться, да и все. А, тут может что-то взорвать. Особняк Тильды. Блин, ну я не знаю, тут... Лезть только если... А, так подожди, я что-то был. Имею в виду, я встроилась в вашу сеть визоров. Чудесно. Надеюсь, остальные зениты нас не слышат? Нет, конечно. И они не знают, где ваш лагерь, если тебе интересно. Я выслала данные об энергоячейках Гора для атаки на армию Регалы. Когда решишь за ними пойти, сообщи. Хорошо. Так, ну все понятно. Или я тут не был. Подожди, я бы вроде как тут получается, что не был. А энергичейки Гора. Текстовая запись повреждена данными минимальными. Элой. Электромагнитные ячейки входят в арсенал всех боевых платформ АСФ РБ-07 Гор. Извлечь и применить такую ячейку довольно просто. Об этом я напишу отдельно. Куда сложнее будет ее активизировать, если не считать отдельных исключений, таких как прошлогоднее вмешательство АИДа. Все боеприпасы Горов были нейтрализованными и нервы. В 21-22 веках и в настоящее время не активны. Восстановить их работоспособность можно только обходным путем. Чтобы сделать это без нежелательных последствий, я разработал специальный кодовый сигнал, который включит все подобные устройства и только их. В определенном радиусе. Я скинул его на твой визор. Осталось только передать. Для этого нужен ретранслятор нового рассвета. Кажется, вы зовете их длинношеями. Один из таких ретрансляторов как раз находится в подходящем месте. Он отмечен в твоем интерфейсе. Как только ты перехватишь его обычным способом, сигнал будет передан автоматически. Он активизирует все ячейки всех Горов в радиусе 500 км. Насчет излечения и применения. Электромагнитные ячейки изготавливаются в производственных отсеках Гора, а затем заряжаются в его многофункциональные манипуляторы или щупальца. Если тебе так больше нравится. Поскольку они изначально предназначены для стрельбы или метания в противника, их крепления сделаны легкосъемными. Добраться до ячейок можно только по воздуху, но насколько я знаю, для тебя это не проблема. Оказавшись рядом с ячейкой, выбей ее из крепления сильным ударом. Ржавчина не имеет значения. Сводить ее не нужно, она сама сработает при столкновении с землей. Когда ячейка будет у тебя, остается только сборить ее в нужное место. Уверена, регалы и услуги останутся довольны. Всего наилучшего, Тильда. Так. Ну, так вот, что как будто я здесь был. Правильно? Ну да, я здесь был. Сто процентов. Ну да. Хорошо, тогда возвращаемся в лагерь. Сейчас вот эта фраза вообще не к месту абсолютно. Даже раненый воин должен отвечать на удар. Мы живы. Эй! Могу я хоть минутку? Погоревать о погибшем друге? Регало устроит резню, чтобы сместить Хикаро. Зениты поймали Бету и Гею. Нельзя сидеть тут и жалеть себя. Катала прав. Надо сражаться. Ну ладно. И что будем делать, а? Перережем всех мятежников Регалы. А есть еще зениты. Как с ними сражаться? Биться лбом об их щиты? Ну, не совсем. Зо. Когда пропала связь с тобой, мы встретились и пошли в Близнецы. Что произошло? Запись с визера Варла оборвалась, когда тот зенит Эрик... Зениты следили за Гефестом. Когда Гея заманила его в Близнецы, они поняли, где мы. Варл не смог остановить их. Они забрали Бету и Гею. Я выжила, потому что одна из зенитов предала остальных и спасла меня. Одна из них? Ну... Хотя бы тебя не потеряли. Что будем делать? Попытаемся напасть на зенитов. И вернуть Бету и Гею. Но сперва... Остановим Регал. Как? В Близнецах Бета дала мне кое-что. Это поможет покончить с мятежом, но сперва мне надо подготовиться. Говорят, Регала готовит свою армию к наступлению на Рощу. Я... Должен быть там. Знаю. Иди. Защищай Хикару. И поглядывай на небо. Сила Десятых с тобой. Друзья. Если кому-то надо подготовиться к битве, сейчас самое время. Готовьтесь. Уже скоро мы пойдем в атаку на зенитов. Будем готовы, Элой. Как закончишь дела, надо поговорить наедине. Найди меня у Восточного выхода. Даже в самые темные времена, ты и то пламя, что озаряет наш путь. Скажи мне одну вещь. Я смогу начистить морды клятым зенитовским мерзам? Все сможем. Славно. Мне нужно обязательно поговорить с Зо. Похоже, дело важное. Так, поговорить с Зо. Это можно, в принципе, сделать, но уже, ребята, в следующей серии. Так что на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.